Приветствую вас. Сообщение, которое вы написали, оно очень напоминает такой крик души, то есть у вас это явно похоже на взрыв эмоциональный, то есть такой выплеск эмоций. И вы явно пребывая в состоянии аффектов, в состоянии злости, может быть обиды, пишите вот это то, что вы собственно здесь приводите. Я вам могу сказать так. То, что девушка общалась с вами год, была очень весной войны, это ее личная инициатива. Она общалась с вами, потому что это не вредило ее интересам, это никак ее, например, не задевало, это никак, например, ее не трогало, это никак, например, ей не мешало. Но в какой-то момент, в какой-то момент она почувствовала, что общение с вами начало, условно говоря, переходить некоторые границы ее интересов. Общение с вами стало доставлять ей, ну, скажем так, определенный дискомфорт. И вот именно этот дискомфорт, который она почувствовала, ей не понравился. И дело здесь не в том, что вы там начали извиняться перед ней, хотя извиняться, по сути-то, было не за что. Вы не сделали ничего плохого, но она поняла, что вы извиняетесь, потому что захотите хранить с ней отношения. Действительно так. Вы принизили себя немножко, когда извинялись за то, например, чего не делали. Вообще не делали, да? И в этом ваша основная ошибка. Ведь вы не были в чем-то виноваты, но вы все равно извинялись. За что, спрашиваются, вы извинялись. Вот именно поэтому девушка вас и окончательно, видимо, обдолкнула. Ей не понравилось это. То, что вы унижали перед ней, хотя плохого ничего не сделали. Далее. Далее вы пишите о том, что она подумает, что этими отношениями, этими извинениями ты их сможешь хранить с ней в связь, поэтому она этого не хочет. Опять-таки, вы как будто обвиняете девушку в том, что она пытается, образно говоря, преследовать свои интересы. Ну, девушка, например, действительно не хочет с вами общаться. И это ее выбор. Складывается ощущение, что вы лишаете ее выбора и говорите ей примерно так. Нет, ты, например, должна. Ты должна со мной общаться, не смотря ни на что. Но если она не хочет, вы что, будете как-то насильно ее заставлять или что? А главное, зачем? Зачем насильно заставлять человека с вами общаться, потому что она не хочет? Для чего это лично вам? Что вы такого потеряли с ее уходом? Что вы такого вкладывали в нее, хотя она вам не давала никаких надежд, как я понял. Она не намекала вам ни на что. Она не показывала вам свои симпатии. Она просто была с вами въездила. Вы сами об этом говорите. Так что же вы все-таки потеряли в общении с ней? Если у вас к ней, например, были нереализованные желания, или безответные чувства, я вас понимаю, вам тяжело. Но это ее выбор. И она не виновата в том, что чувства были у вас. Вы как бы перекладываете ответственность себя на нее. А это не есть правильно. Поэтому, как взрослый человек, я думаю, вам стоит ответственность за свою жизнь и за свои отношения нести самостоятельно, не перекладывать их на другого человека. И понимать, что другой человек вам ничего не должен. В том числе, не должна вам ничего девушка. И она хорошо, что с вами общалась год. Она потратила на вас какое-то свое время. Во мной, на быть ей за это благодарным. Но для отношений, искать себе такого человека, который был бы не просто въездливым с вами, а как-то больше. И то, что вы, возможно, тешили себя иллюзиями, когда опять-таки не вина девушка. Вот так, я думаю, можно вам ответить, хотя вопросов как докового не было. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад помочь вам. Обращайтесь в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.